Так, коллеги, что будем делать? Одна лекция и одна практика на дисциплину это что-то непонятное. Поэтому у некого есть приложение. Я сейчас объясняю, где, что и как. И мы выполним не пять заданий, а два задания. Я объясняю, где, что и как. Я так понимаю, что экзамен или зачет будет в следующем семействе. То есть нет контактов контактов. Вот на следующем деле все. И ЗТБ-182 еще производственная практика. Мы останемся чуть похоже. Я поясню, что мы с вами будем делать. Значит, давайте начнем. Да. Сначала надо было представиться. Мы же сами будем работать. В любом случае. Значит, знает фамилия. Штрипнин. Зов. Дев. Портович. Штрипнин. Дев. Портович. Значит, ситуация следующая. Так, где-то тут должен быть какую-то. Где-то нужно вставить свою флешку. Экран пошел, вот светился, отлично. Значит, 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 это не новость. Компьютер. где-то все нашел вот у меня бронериска я покажу электронный вариант есть пособие оно в электронном виде оно находится в бюллетеке или у меня там почитается на бюллет там все заходит то есть любите кто может войти с любого компьютера из дома тоже значит вот это пособие что оно все представляет вот это с электронным пособием да на работе вот это вот это вот у меня резко стернались и моделирование ну здесь пособие для чтения для информации весь курс здесь изложен то есть пришелочников вот этот тоже сокращенный но там получается девять и только это практика вот 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 и я его весь пересказать пересказать не успеваю я уже не пересказываю просто даю общее положение исследование рисков ну и так далее я не буду пересказать все а само пособие оно занимает очень достаточно много страниц мы потом будем уссоваться я время сошусь на некоторые из них в конце пособия справочные данные необходимые для решения и собственно говоря сами задачи всего задачи 5 всего задачи 5 мы решим первую и последнюю значит первая и последняя задача это вы должны быть в следующем семестре вы должны принести первую и пятую задачу перенесли их рассматривать вам в принципе отмечаемые ошибки и все значит и он дает тест по материалам пособия значит вы заполняете тест и вот эти три элемента являются основой для того чтобы получить оценку хорошо те кто готов ответить почему тест закон так они начнут критерии вот это есть значит и нам осталось только определиться с этим двое задачи и не будут даже говорить теории первая задача очень проста это анализ видов последствия отказов проанализировать случаи аварийных предприятий работ нефтепродуктов проанализировать случаи вот вот все задания все задания значит и варианты так при категории критичности отказа из всех аналогичных предприятий все аварийные ситуации были локализованы на территории значит сделать выводы данные решения задачи метанализов последствия отказа приведены в таблице таблица вот здесь приведены варианты по списку вы определились своими вариантами и данные nt nk начинают c рублей вот первое задание собственно говоря по этому заданию должна быть рекомендация что делать предприятие простейшее но в теории пункт 3 2 1 значит теория этого вопроса в этом пособии само практическое задание находится на странице 153 а теория к этому вопросу находится так 3 2 1 3 2 1 это качественный метод анализа тяжести тяжести последствий отказов все предприятия делятся на 4 категории по критичности а б с и д значит определяется критерия отказа по вероятности здесь 4 отказа для расчета числа отказов записываются следующие записываются следующие одна форма потребуется 6 отказов это есть извините апреля на странице 153 сразу будут исходы данные ваши и пометируют в сад сад в сад сад вы осознанно пришли учиться в магистратуру а зачем это приемное образование если бакаврят он позволяет работать на должности исполнителя то магистры это уже позволяет занимать должности управленца то есть это уже начальник отдела ну то есть вы осознанно осознаете что уровень образования чем это связано так так вот исходные данные НТН то есть количество несчастных случаев или событий негативных событий которые произошло я чуть-чуть приподниму видите у нас все данные количество событий сколько предприятий а последние цифры это ущерб если то есть данные МТМ это количество негативных событий это количество предприятий данной отрасли это процент ущерб нам нужна одна формула Частота событий равна количеству негативных событий разделить на количество лет и разделить на количество приятелей. Получается 5, дилит на 10 и дилит на 10. Получается 1 сотая. Получается 1 сотая. Частота событий. Дилит на 500 лет и количество приятелей. Для которых мы рассматриваем аналогичного профиля и анализируем ситуацию с проблемами. Переходим на страницу. Вот по частоте от коров. Смотрим, в какой диапазон попала ваша цифра. Вот здесь у нас получилось от 1 до 1 сотой. Следовательно, отказ вероятный. Потому что здесь 1 сотая. Вероятный отказ. Вторая критерия отвела потеряности последствий. Пострадало 2 человека. Насколько я помню. И ущерб составил 100 тысяч рублей. За 50 лет это смешной ущерб. 2 человека за 50 лет без действительного предприятия это ничего. То есть у нас курс. Тут нет производственных права. Процессы прописан. И то 1-2 несчастных случаев почему-то получается в год. Кто-то ногу подвернул, кто-то с производственной работы. А здесь 2 пострадавших за 50 лет на 10 предприятиях. То есть вот так мелочи. 100 тысяч рублей это сейчас, знаете, из кармана данного специалиста достанет заплату. Поэтому вы выбираете по тяжести последствий какой-то из этих параметров. Но в основном это не критический отказ. В принципе, если вы скажете, что отказ пренебрежет на малые последствия, это тоже не будет ошибки. Как или иной опыль, другое. Не критический отказ. Ну, то есть даже им погибших. И дальше вы получили вероятный отказ. Вероятный отказ. И отказ с пренебрежет на малые последствиями. И смотрите последнюю третью таблицу. Вероятный отказ вот он. Вероятный отказ вот он. Пренебрежет на малые последствия. Это вот. И получается, что у нас категория предприятия С. Категория предприятия С. И мы с вами определяем, что такое С. С – отказ средней степени риска. Желательная разработка комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Все. Это вывод, который вы делаете на основе этой работы. Оформляете, как обычно, на страницах текста. Печатного ряда. То есть титул есть. И у кого одна страница получается, у кого там полторы. То есть это будет. Это работа. Эта работа должна быть выставлена после того, как я посмотрю в вашем чп. Должна быть выставлена в вашем платформе. Знакомого с собой. Да. Потому что это отчетленный документ. Это первая работа. Несложно, как вы видите, отчетление. Здесь мы прямо приедем пособие. Значит, второе задание. Это пятое задание. Тут есть… Давайте я перейду обратно к пятому заданию. Задание номер пять. А, вариантов тут вообще нет. Есть разное задание. Оценка резко курения. Оценка проживания на завязанной радиационной территории. Ну, это… Есть оценка резко от воздействия локальной вибрации. Ну, мы это не будем. Мы возьмем более сложные последние задания. Управление рисками технической системы. Это задание, которое должно быть выполнено. Значит, это… Просто посмотрите, потому что я сейчас не беру доступ. Сама по себе управлять рисками. То есть, вы должны свое предложение по снижению риска отказа технической системы. Работу выполнить в следующей последовательности. Выбрать вид типового оборудования. Выбор согласен с преподоговорами. Выбор согласовывать со мной не надо. Вы выбираете оборудование, с которым хорошо знакомо. Желательно по специальности, которые у вас в вашем институте. Либо это экономическое оборудование. Либо это безопасность труда. То есть, допустим, в институтовую сторону. Ну, не вопрос. Ну, ну, там. Получается, как минимум, у вас будут оборудованы. Электролиологи. Значит, насосы, скорее всего, да. Значит, и системы. Там общая реальная вентиляция. Ну, сейчас антель. Ну, по крайней мере, устройство, да. Насосы, да. Не обязательно вообще. Можно газоперемал? Почему? Газоперемал вообще? Газоперемал. А, не вопрос. Любое устройство. Насосы? Может и насосы. Можете брать цифру. Просто уклонный фильтр какой-то. Склонный фильтр какой-то. То есть, любой устройство, который будет знать. Вы знаете его работу. А, возможно, допустим, схема технологической защиты, в принципе, реальной установки. А, в чем, этот, схема решения? Ну, как раз? Ну, патрон безопасности. То есть, по превышению давления. То есть, в сосудах давления. Ну, патрон безопасности. Сосудах давления. Да. Ну, патрон безопасности. Ну, патрон безопасности. Ну, вы можете. Можете. Какие для меня это было? В этом ситуации. Можете. Можете. Конечно, да. Значит, выбрали оборотник. Который вы только знаете. Потому что, если вы, сомневаясь, не на этот забор, либо сомневаясь с этим, дальше она будет просто. Значит. Вы должны, где-то, провести разбивку этого оборудования сложного на элементы. То есть, любой оборудователь средств. Например, автономию. Мы знаем, как минимум, систему автомобиля, шасси, геологическую часть, климатическую часть, электрическую часть. Это сильно сложно, много. Я просто буду примером. Дальше вы можете разделить электричество. Компиратор, релюшки, светлые приборы и так далее. Разбирается, да, или нет. Присвоить сложную систему, если таковая есть. Сильно повторяйте, не увлекайтесь. У меня там сидят и пистолетами разбираем. Почему? Почитать надежность. Наша задача безотказность, да? Да, безотказность. Безотказность или надежность? Безотказность. Но в основном мы должны работать с определенными работоспособностями. Я давайте спросим. Вот что такое работоспособность здесь? То есть, если оно выполняет заднюю функцию, оно работоспособным. То есть, если оно работает, оно работоспособным. Оно может быть неисправным. Но работоспособным. Мы рассматриваем только работоспособность. Установность это более широкое. потому что он должен быть не только работоспособным, но и некоторым другим требования дополнительного, эстетика, дизайн, отраска. Ну, например, холодильник, он что за него работает? А если на холодильнике царапины? Никакой. Он работает. Он работоспособен, но он устраивает. Ну и так далее. Поэтому мы говорим о работоспособности. Дальше. Присылать конструктивную схему выборного оборудования. Выбить все элементы условий. Представить структуру схемы безотказности выборного оборудования. Отсоединяется работа каждого элемента на момент времени 1000 часов. Предключение об экспоненциальном распределении на работе на отказ с их элементом. Присчитать надежность оборудования любым известным нам способом. Используя резервные элементы в связи с риском отказа технической системы на 5%. Процент малый изменения. Решение оборудования сделать в этом. Ну вот, собственно, давайте быстро просчитаем надежность некой системы. Значит, я предлагаю на счет, ну, мы в количестве метро оценки надежности, где там структура схемы безотказности. Значит, ну, собственно, давайте и начнем. Я бы чуть-чуть приподнял, чтобы у меня была доска. Значит, ну, периодически бы отпускал. Не знаю, потому что это элемент. Не получается. 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 Все. Применим для оценки надежность системы. Метод структурного схема безотказа. Значит, сразу некая информация появилась. Ну, давайте я ее предупредю. Информация следующая. Структурная схема безотказа состоит в том, что после дефрагментации нашей системы у нас появились некоторые элементы. Давайте я проведу предупреждение шасси автомобиля. И только резиновые колеса. Ну, только колеса. Значит, что мы с вами при этом получаем? Значит, вот. ГРФ. Значит, вот. Ну, уже, конечно, да. Вот так. И я вот, давайте, хотя бы, Ну, что-то. Продолжение следует. Что из себя представляюшись автомобилем? Сейчас я просто пересняюсь с дорогой. Это колеса. Это колеса. Передние колеса. Передние колеса. Это, ну, это, ну, это, задние колеса. И два будет, да? Возволенные. Ну, не так проще будет. Ну, там нет. То есть. То есть. Это конструктивная схема. Сейчас. Схема конструктивная. И мы даже измельчаем структуру. Сути в чем? Ну, каждый элемент. Ну, дальше уже шесть колес. Оставляется. Каждый элемент представляется в виде некого прямоугольника. Вот он прямоугольник. Все. Вот другой элемент. Надежность этого элемента ПИТ. Пока так абстрактно стану. Значит, дальше мы представляем все остальные элементы. Задавая каждому элементу вопрос. Уважаемый элемент. Как переднее колесо. Если ты выйдешь, то выйдет. То есть автомобиль. Выйдет колесо. Выйдет. 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 Потому что если переднее колесо не достучит. Я достучу. Извините. Вы можете проехать. Конечно. Ну, во-первых, там. Это колесо заживете. Значит, релье. То есть вот. И если этот элемент дает положительный ответ. Мы ставим последовательство. Он проехать. Выйдет. Выходы из автомобиля. Значит, это здесь ПИТ. Значит, это здесь ПИТ. Значит, дальше мы ставим следующее колесо. Спрашиваем тоже переднее. Уважаемый колесо. Если ты уменьши, то и выходы, то и автомобиль. Откажет автомобиль? Да. Откажет? Конечно, он откажет. Нет. Я его поставлю последовательно. ПИТ 2. Причем здесь вот на что будет. Давайте обозначу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше я спрашиваю следующее колесо. Это заднее колесо. Слева. Третье колесо. Уважаемый колесо. Если ты выйдешь, то и выйдет. То есть он выйдет. Нет. Не выйдет. Почему? А потому что нагрузку за себя возьмем другой. Выдет шесть. Четвертое. И я должен их расслабить в паре. То есть отказ произойдет, если будет и третье, и четвертое. И тогда я эти элементы поставлю. Параллельно. Совершенно верно. Три. Четыре. Ну и соответственно следующая пара 5-6 у нас не такой же ответ. Я следующую систему поставлю. Вот так вот. 5-6. Уверяю Вас любое. Самое сложное устройство. Мы можем разбить на элементы. И знаю конструкцию этой системы. Зая отчёвым. Выдет отказ. Мы с Вами. Амм. Не покажите. Мы с Вами можем составить вот такую некую развертленную. Сток плановичевую нуждаточность. Структурная схема без отказности будет характеризовать отказ системы. Это конструктивная схема. Структурная схема без отказности. Как посчитать такую систему? Давайте начнем с того, что если у нас имеются последовательные элементы, то система состоит из последовательных элементов. Один, два, n. Надежность системы определяется формулой произведения надежности независимых событий. То есть в этом случае найдем всю систему по системе. Вот равно P1 на P2 умножить на Pn. То есть просто перемножение независимости без отказности. В этом случае мы используем к конкурсу. Здесь ситуация очень сложная. У кого-то конкурсер есть с собой? Есть, да? Отлично. Это мне сейчас поможет. Значит, эта формула преобразуется к виду, если, так сказать, все элементы одинаковые. Ну, как цепочка. Да? Услобно говоря. То есть пусть это Pn. Пусть n будет, например, 100, например. Надежность каждого элемента 0,9. Следует на надежность системы Pn. Следует на надежность системы Pn. 0,9. В степени слоу. Пожалуйста. Если кто так. Можно быстро посчитать. Подскажите. Угу. Надежность слоу. Надежность слоу. 3,6 pen. 11,5 Слоу. Слоу . Надежность системы пена. Я просто перевеху на русский. Да. БhopикSIIy 11,5�. Раз, два, три, четыре, двадцать, шесть. Ну, вероятно, сколько заработает. Ну, я не дам умоприятия, поэтому по жизни не представляю, что поверяется. Что это за надежность? Никакая. Абсолютно не надежность. Значит, я помню просто жизненный пример, когда в детстве Ирланды были, советские такие, Ирланды, на Новый год. То есть, ее положишь, там, в угноваре горит, нормально засыпаешься, то есть, с первого, там, 30 декабря достаешь, очищаешь, не горит. И начинаешь по одной мамочке выкручивать, вставлять запас ножек, и так, со временем, мышечный набор. Но если две перегорели, то вообще как? Ну, то, общая сформация с системой, то есть, в основном, было. То есть, говоришь, нам, что сейчас нас китайские, они соединили к нашему другому, стоять правильных. А тогда были последствия. Одна, один провод, шнол, и все были заключены, знаете, на две ситуации, вот там, что 20-30, просто 20-40. Ну, надежность вообще никакая. Так и здесь. Много элементов в системе ненадежно. Причем, понятно, что чем меньше элементов, то надежнее будет система. Да, понятно. А теперь давайте сделаем такой вариант. На 999. Ну, как мы думаем о ракетных элементах. В степени 100. Давайте повторим эксперимент. Мы повысим ненадежность каждого. На 999. На 999. Вот. Цепени 100. Чемного. Целого денег. На 999. На 1099. На 1099. На 1099. На 1099. На 1099. Так. То есть, надежность может повысить двумя способами. Один способ. Один способ. Это добиться снижения количества элементов в системе. Чем меньше элементов, тем надежнее система. И второй способ. Это повысить качество элементов в системе. Тоже настигается поразительный результат. Например. Значит. Вот. Вот. Давайте Живули. Вот. Вот. Живули. Это Мерседес. Ты понял меня, да? То есть, от качества составляющих. Забота качества составляющих. Мы можем повысить продвижность в системе. Это управляющие совершения. Там целая теория резервирования. Я, так сказать, не буду ни до того. Но, в принципе, это по сути есть. Я буду почитать. Это если у нас стоят последовательные соединенные элементы. Значит. Если у нас стоят в системе параллельные элементы. Вот. Значит. Один. Два. Эн. Меренин. Ну, и все склады параллельные. Один, два, эн… В этом случае, надежность всей системы зависит от того, сколько элементов вышло из строя. Система работает до тех пор, пока мы выйдем и строим последние элементы. Один, три элемента, второй вышло из строя, пока третий выход из строя, тогда мы с вами имеем отказ системы. В этом случае, отказ каждого элемента самостоятельный, в зависимости от того. Поэтому Q-систему есть вероятность отказа одного, вероятность отказа второго, вероятность отказа n. Но поскольку мы работаем с вероятностью безотказной работы, а они связаны с Q плюс P, по форме равные единицы, потому что система может находиться либо в геракописном состоянии, либо в работоспособном состоянии. Поэтому сумма – это единица. Для разницы, как мы работаем, это единица в сумме. То есть, все равно либо там, либо там. Но сумма – это единица. И поэтому мы в процессе Q-с заменим выражением. 1 минус P. В этом случае, 1 минус Ps равно 1 минус P1, 1 минус P2, 1 минус Pn. 1 минус P1, 1 минус P2, 1 минус P1. Ну, давайте посмотрим, скажем. Пусть нам будет два элемента. Всего n равно будет два элемента. n равно будет два элемента. Надежность элемента будет будет P равная 0.9. Товарная надежность системы, состоящая из двух элементов. Будет отправляться по форме. P равная сила. П равная сила. П равная сила. 1 минус P1, 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 1 минус P1. 2 минус P1, 1 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 минус P1 А как быть, если в системе имеются последовательные и параллельно-соединенные элементы? Надо трансформировать схему, известную нам выражению. Поэтому я от этого все слюю. О! Ну, два я оставил. Значит, это... Ну, у нас это основная система. Знакомый нам вид в первых. А знакомый вид будет такой. P1 P1 P2 P3 4 P5 6 То есть, объединить параллельно-соединенные элементы. Как они считаются? Они друг социальной операцией правильнее. То есть, P34 P34 Равно 1 минус 1 минус P1 1 минус P2 1 минус P2 1 минус P6 1 минус P6 1 минус P6 Все. И надежность системы в этом случае становится в форму P1 P1 P2 P3 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 P5 6 Смет expand Остался непонятным элементом P. Остался непонятным Eriement P. Александр Kill 1 минус P3 Значит, дело в том, что... это не может изучать... вы можете легко посчитать.. как это сделать? Значит, дайте cieroo Прежде чем я перейду к расчету для reasons Я хочу сказать, что надежность технической системы зависит от многих параметров. Ну, каких многих параметров? Время так и зависит, а характеризуется многим параметров. Вероятность спецназной работы, вероятность отказа, частота отказа, интенсивность отказа, среднее время на работу на отказ. Я вам просто это не проговаривался, что-то тут маленький читатель скоррекции. Просто задница, два шага, которые у нас сегодня куплены, это просто не успеваем. Посуды и посмотрят. Посуды мы сейчас, я и не могу. Значит, это элементы, которые работают до первого отказа. У тех, которые приближают к ремонту, там возникают еще параметры, которые характеризуют, характеризуют поток отказов, потому что, на самом деле, это восстановление, это как я не могу вам. В период работы на отказ, период мусульного становления даже не будут вычитывать. Так вот, среди тех изделий, которые работают до первого отказа, это большинство вентиляторов, лампочки, шесть корней, лампочки, у вас, у вас, у вас, что все делать, а не мусульный вентилятор, приводный ремень, если бы порвался, то что все не делать, то есть мы его включили, а мы его вывасим. Значит, есть такой параметр, ну, интенсивность отказов. Я форму описать не буду, это совершенно ничего, но укажу его вид внешний. Обозначается интенсивность отказа от параметром лямпы. Значит, имеет, вот этот график, три основных этапа. Первый, для любого изделия. Третий, первый, второй, третий. Первый период, это период проработки изделия. То есть любое новое изделие должно проработаться. Особенно, если не имеют, если в составе, сопряженные детали, которые находятся во взаимом перемещении. Вращение, плакные движения. Ну, например, подшипные искорнения. Представляете, что это такое? Ну, стоит. Теперь, да, у меня два. Или плюс накладки. Либо там, ну, тогда не накладки. Понятно, что в процессе изготовления мы идеально эту деталь не сделаем. Всегда будет поверхность при изготовлении шаховок. Поверхность, поверхность формы и так далее, и так далее, и так далее. И в первом периоде, когда мы запускаем проработку, им надо проработаться. В каком случае, если я это не сделаю, то там будет интенсивная ресурс и выход из строя. Это во-первых. Во-вторых, в деталях могут быть скрытые дефекты. Там, например, какая-то отливка. Мы ее обработали. А внутри, после того, как остывала деталь, она достигла трещина. Либо там напряженная система, которую меня опустили, то есть после робота пропущена. А там она появится. То есть скрытый дефект называется. Внешне он не виден. И, может быть, ранее только специальные методы. Вот разволка, там еще какие-то. Там проверяют окраску, там, ну, что угодно. И еще мелкие поверхности. И эти поверхности отказываются в первый период работы изделия. Первый период работы изделия. Значит, потом будет период нормальной эксплуатации. Когда все проработалось, все нормально работает, отказ может быть случайным. Либо это просто. Ну, допустим, мы нарушили что-то. Либо кто-то обрешался. Либо там напряжение, какие-то там резкие движения, чего-то. Только случайно. И интенсивность отказов – это постоянная величина. Постоянная величина. Третий период – это период перехода в предельное состояние. Когда начинают сыпаться, ну, все метали, все элементы нашей системы. То есть сейчас делаем достаточно. Равнопрошенные узлы. Это ульпанских автомобилей. То есть они выходят в строю примерно в одно и то время. Потому что нет необходимости. Дело что-то абсолютно надежное. И тут же слабые. Он все сейчас старается вырубнуть. Это весь метод. Но мы их рассматривать сейчас не будем. Но это исследование, которое произойдет. Как всегда так называется? Вхажение в предельное состояние. В предельное состояние. А второе еще раз. В период нормальной эксплуатации. В предельное состояние поясню. Когда уже дальнейшая эксплуатация изделия. Она либо невозможна под причиной снижения уровня безопасности. Либо неэффективна. И когда мы на ремонт трактим, говорят, больше, чем на эксплуатацию изделия. А в предельное состояние поясню. А в предельное состояние? Во-первых, период прелаботки. Так вот. Как соотносятся периоды, например, для автомобиля? В настоящее время. Если период прелаботки 2200, то за это время происходит претерка и выявление дефектов. И когда вы покупаете автомобиль на воде, то вам две тысячи километров. Желательно обойдите. И рассмотритесь. И так проверим. Заменим маслом. Посмотрим на его цвет. Как двигатель при работе. Подошли. Ну, в двигателе и так далее. Это две-три тысячи километра. Это нормально. Раньше мы когда ездили на регулях. Там еще до разворачивались. Залаваются в автомобиле. И все гайки протягиваются. Машину-преглама. С этого нового. И все гайки. Мы как-то работаем. Через две тысячи. Вы должны посмотреть. Период нормальной смутации для автомобиля. Ну, сейчас примерно 300 тысяч километров. Конечно, это система техосмотра в обязательном порядке. Техобслуживание, техосмотра. Обязательно, давайте проверяем. Раззорщики. И в какой-нибудь среде дорегулировки. Разходный материал. Чтобы там шары, расходный материал. Значит, там резиновые. С кожухи меняют. То там, что расходный материал. Что там еще за расходы таких? Ну, в подвеске. Амортизаторы не начали разбивать. В большинстве. Это расходный материал. И вот при таком подходе. Когда мы регулярно проходим техосмотру. Мы можем эксплуатировать изделие очень долго. При этом лямбда. Обращаю ваше внимание, оно не странно. Такая ситуация. Я обращаю ваше внимание, что для абсолютного большинства изделий лямбда константы. Ну, теперь я покажу вам. Значит, это справочный материал. Для решения нашей задачи. А, Генния говорит. Ну, поговорим хорошо. То есть, мы для каждой нашей льды. Я заводим это. А, все. Это конструкционное, с кем вам предстоит. Струкционное, с кем мы отказались. Отказ на нанометрине тысячи часов. Для допущения специального цивилизма. Да, я закончу про интенсивность отказов. Значит, это справочная величина. Интенсивность отказов это справочная величина. По-моему, спросите. Я в прошлый раз выходил в гост по пожарной безопасности. Там тоже вот все данные. Для облегчения работы я сделаю выборку механических элементов. Насосы, клапаны, вакуумные клапаны, термометры, привода, резиновые ремни, манометр тахомен, средние боровые пайки, сварки, газовые турбины, пневмон. Механические элементы, пружины, пирометры, восходомеры и т.д. Должны быть и шестерни. Электрические оборудования. Роле, электродвигатели, выключатели, дроссели, фотоэлементы, индикаторы, преобразователи, микросхемы и т.д. Это так, выбор. Кроме того, вы можете заходить в интернет. Яндекс. Интернет. Пишите какой-нибудь элемент. Давайте на скидку. Ну, шестерни, давайте шестерни. Интернет. Интернет. Здесь отказы. Надежности единицы не бывает. Так? Надежности единицы не бывает. Первое время начало эксплуатации. Единицы, да. Как только завод выехали... Нельзя отказов. Да? Сейчас мы все равно возьмем. Мне не, 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 не. Для того, что была единица, допустим, ЛКС смешная, Нет, 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 нет. Самая надежная в свое время была система Космос-Строян Омская. У нее 0,99. То есть каждые три ракеты из тысячи взрывались. Абсолютно надежный еще один был Космос-Строян. Так и запускали по 10-15 месяцев. Абсолютно надежный был насильник. Такую надежность не проводит. Я тут это сейчас переведу на русский язык. Высокая надежность, во-первых, приятно работать, приятно иметь дело с высокой надежностью. Во-вторых, это безопасность. Ну и в-третьих, это страховка. Чем выше надежность, тем меньше страховая сумма. У нас сейчас Союз взорвался и резко снизили его надежность. Страховка резко взросла. То есть, если каждый запуск нам будет так, если дороже, может быть. Страховая сумма резко взросла. Ну, это вы знаете. И водители, также, люди проверяют на эту надежность. Страховка. А чего зависит? От безаваренности работать зачастую. Ну, там мощность. И так далее, это понятно. Но, там огромная скидка. Что-то не хочет. Вот. Шестерня. Интенсивность. Интенсивность. Интенсивность отказа. Найти. Значит, я хочу сказать, что сайтов очень много. Видите, вот он. Вот. Ну и табличное видео, пожалуйста. Можно сразу открыть какой-то. Задачи ссылку делай. Да. Это да. Так, что это у нас значит надо. Сейчас. Секундочку. Так, шестерня. Ну, я сейчас не буду тратить свиньи на поиск. Я просто скажу, чем было бы то. Ну, надо покопаться просто. Туда-сюда поискать. Вот. Правого, левого. Вот эти тут картинки. Много-много таблиц. И вот. Как мне вот это увеличить. Не хочет увеличаться. Вот, я господи. Ну, ладно. Короче, очень много информации в интернете. Без проблем. Значит, много, что возникла ситуация, что вы не нашли вот тот элемент ступицы там еще чего-то. Ну, пишу, что ступицу не нашел. Поэтому беру. Ну, тут, понимая, коробка. Челящная передача. Качественная навода. Челящная передача. Вот здесь сверху у нас адрес ссылка на сайт. Откуда вы взяли. То есть. Это для того, чтобы можно легко проверить, что не из потолка взяли. А взяли нормальное выборное начало. И брать среднее значение. Вверху лямбда 10 минус 6. И вот, когда берете там вот этот штифт, например, 3,7 на 10 минус 6. Ну, или что там, или 0,4. Но тоже не принципиально. То есть, интенсивность отказов, она широко представлена в литературе. Дело в том, что интенсивность отказов – это длительные эксперименты большого количества аналогичных изделий, на основе которых разработаны такие таблички. То есть, вы можете по любой детали взять параметры насчет интенсивности отказов и выбрать его. Для каждого выделено вам узло. И, значит, прошу поверить на основу. Прошу поверить на основу. Прошу поверить на основу. Эта форма не выводится. В нормальной ситуации мы ее могли бы с вами вывести. А сейчас просто на основу. Значит, вероятность безотказной работы в период нормальной эксплуатации второй перерывок определяется по формуле и нет среди минус лямбда d. Е – среди минус лямбда d. Лямбда – это то, что мы сейчас искали. И, надеюсь, нашли. По крайней мере, вы знаете, как находить. Т – берете любое значение. Например, 1000 часов. Это может быть любое значение. То есть, надо хорошо смотреть. Высходные данные записаны на 1000 часов. Но вы их ставите за любую цифру, которую на старте. Там есть нюансы отклонения. Это, естественно, указано. Это величина – единица, деленная на час. То есть, лямбда. Лямбда – это единица, деленная на час. Ну, для выключателя – это может быть единица на срабатывание. То есть, указы выключения. То есть, единица на количество. Даже хоть вести часы. Вот и все. То есть, P мы с вами умеем применять. В зависимости от лямбда. И считать нашу схему. В результате, мы получим некое значение. Некую цифру. Некую цифру. Это 2, 7, 1 и 8. Это стандартная. Есть ли тут реформы? Если произведение лямбда на t меньше чем 10 минус 4, эта форма упрощается. П, 2 ма единица минус лямбда на t. Он есть в чем-то в этом случае. Это там раскладывается вред. И при определенных значениях там остаются 2 члена этого раскладывания. Если лямбда на t меньше чем 10 минус 4, мы получим на хоббище. Ну и, для примера, давайте решим такой вопрос. Вот такая задача. У вас есть его как механизм на расчете надежности любого системы. Любое повторение. На токус управления, который выходит. Мы это можем сделать. Есть другие методы. Первый метод. Дерево откажет, например. Метод дерева событий. Ну, если хотите, мы можем сделать эту задачу. Ничего у нас сверхсложного нет. Ну, вот такой цель у меня не стоит. Мне даже рад, чтобы вы разложили любое условие. Ну, любое из реального элемента. И решили. Здесь нормальный способ. Поэтому, вот это мы сейчас уберем. Ну, давайте посмотрим. Например. Например. Решим. Вот эту задачку с надежностью вот этого шасси. Значит. Принимаем в качестве исходных данных. Ну, я не буду, так, не знаю, заставлять вас. Давайте. Ну, почему? Нет. Ну, здесь у нас инвесерс отказов по времени. Да? Ну, да. Давайте вот на этой машине с задними корресами съездим в Крыму. Ну, почему нет? Сколько до Крыма ехать? В часах. В часах. В часах. В часах. А по классу, а не стоят? Ну, на чём номере-то ездят же наверняка? Нет. Нет? Если трое суток. Трое суток, если брать. Ну, шутки, может, если один выдержаврем, там больше 12 часов не едет. Поэтому, вот, скажем, туда можно ехать за трое суток. И то очень напрягно по 12 часов если ехать. А в раку только 4 часа. Потому что вообще пояса вот эти мешают. Ну, 3,5 дня. Значит, по 14 часов. Ну, да. Крым чуть подальше. Я хочу одномерить. Ну, в общем, 3,5, 14, 42. Ну, в общем, 50 человек туда. А, нет. Давайте километр. Не важно. Ну, все, может, на этом. Значит, 3,5 тысячи туда. 3,5 тысячи. В ракуце Майзонска поедем. 7 тысяч. Ну, и 3 тысячи дадим не то, чтобы там поездить. Все равно там по крыму поехать дадим. Надо съездить на это. Еще на русском побережье. Сейчас мост стоит. Почему не съездить? То есть здесь 3 тысяч километров. Вот наш пробег. Давайте проверим. Какова надежность благопомощного наше возвращение? Значит, вот на этих шинах. То есть, когда при поездке превратятся новые, ставятся, и шины стираются. После середины стираются. Я не говорю про то, что если там случайные моменты, когда там попадаешь куда-то, прокалываешься как-то другим образом, но там уже эти методы не решишь, там надо будет деревка. Ну, просто 2,5. Страны шины. Вот. Значит, нам надо проехать. 10 тысяч километров. Расстояние. 10 тысяч километров. 10 тысяч километров. Значит, интенсивность отказа шины. 10 минус 6, по-моему. 10 минус 5. Давайте 10 минус 5. Не, минус 6. Значит, единица на километре. 10 минус 6. Там оно управление. Ну, и просто кричит на километре. Почему нет? Значит, надежность. Беремо предсказанной работы одной шины. Это е. В степени ежедневно. Лянда на л. То есть, я не временной, а беру такой угол. Равно е. В степени минус. Лянда 10 минус 6. На 10 раз, два, три, четыре. На 10 минус 2. Здесь, на 10 минус 2. Если он встал, то он встал. Если минус 0, то он встал. Ну, не знаю. Восстание. Ну, 99. Достаточно надежда. А можно вопрос? Здесь минус 6. Откуда я вообще заеду? Это из-за справочника. Я просто лямбда сам. А, это и справочник. Это и справочник. Я просто вытащил. А уже не знаю где. Пусть не становится. Лямбда это я вот этот. Лямбда я вытащил справочник. Все мы будем справочник вытаскивать. Время я посчитал примерно. Сколько там километров. И получается, что надежность 1. Шина 0,99. Ну, и что? Все. Вот наш алгоритм. 3.4. 0,99. 0,99. 1,00. Надежность 3.4. 0,00. 0,00. 0, на 9,99 на 9. 5,6. 0,99. И надежность системы наше будет произведение по системе 0,99 квадратия умножить на 0,999 квадратия. Вот вы этого еще зависим. Так, что сказать? 0,99 квадратия. А нет, минус сифра 0,99 квадратия. 0,97 квадратия. 0,98 квадратия. То есть вероятность того, что вы сеете в другую рапу, не после того, что вы расширены, если она заткнутся, 0,98 квадратия. Достаточно высокий квадратия. Ну, почему вот эта цифра? Что нам говорит? Дело в том, что надо ничего, потому что все это делается на спектре. Но мы можем сравнить этот результат с каким-то другими техническими решениями. Например, давайте возьмем вот это, поедем не на «Газели», а на «Жиболях». У «Жиболей» по одному кресу и соберу. И просто, что тут, вероятность из каждой работы, ПАС, давно 0,99 квадратия, одного креса. Четвертая степень. Ну, опять прошу помощь. 0,99 квадратия, четвертая степень. Надежность такой системы 0,96 квадратия. То есть вероятность того, что можно полностью съездить в обратной клинике, при этом, нет. Но в кресах не сопротивляться. 0,96 квадратия. 4 процента, то что нужно сделать чего-то. А почему четвертая степень? Нет. Но почему у нас уже были бы 0,99 квадратия, а у «Жиболей» 0,99 квадратия? Ну, потому что, видите, я решаю вот эту структурную схему. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я преобразую эту схему в эту. Для этого я 3, 4 посчитал. Получилась такая вечерина. 5, 6 посчитал, такая вечерина. Вот она. Вот они 0,99 квадратия. И 2 стоит 0,99 квадратия. Вот это с двумя колесами. Теперь для «Жиболей» я преобразовал эту зависимость к тому, что я убрал по высоте 2 параллельных колеса. Я убрал. Ну и представим сразу результат. Такие запасные колеса. И тогда у нас просто 4 колеса. 1, 2, 3, 4. Это вот тут на форму. 1, 2, 3, 4. Значит, это 0,99 квадратия. 4, 2, 3, 4. То есть вроде бы немного, но однако в 2 раза риск отказа в 2 раза выше. И поэтому вы вправе выбрать вариант. Уже сравнив. Чистая вероятность аспекта. В том, что мы 0,98 или 0,96. Наверное, 0,98 получится. То есть расчеты, говоря, с аспектом молодежности. Это можно. Мы с вами можем решить. На истирание количества локароса. Или нет, что ли? Конечно. То есть, я лучше. Просто, если веса. Ну, да, да. Ну, и загруженную там сестру и детей. Потому что она в багажник перезалит. Просто то, что будет историо за оба. Это очень маловероятно. Сюда можно добавить в расчетную схему еще и паркома. Это более вероятно. Но это надо вообще то и другое. И эти методы сделать и можно. Нароже можно. Только метод дерева. Ну, я не ставлю своей цель. Я просто хочу показать, как управлять рисками. Техническими действиями. Ну, все. То есть, вот вы сделали там вот это решение. И после этого, вот, скажем, мы должны предложить, как повысить. Сделать из 0.98, ну, а, давайте. Из 0.96, как сделать 0.98. Вот, поставить вот эту схему в грамоте, ну, арбатную. То есть, мы должны оба научиться, ну, чтобы попробовать решить вопрос обморения рисками. За счет, как правило, обработка конвертров. В качестве измингового. Все. Задача, решено. Странцы выбрать схему. Продолжить правильный метод. Прочерчать кондиционер с каждого времени. Присоединиться с того, что это консистенциал, который был метод. Продолжить правильный метод. Есть вопросы? Значит, теперь что мы сделаем? Мы сделаем 2 момента. Первое. Значит, я... Сейчас, кому надо, перепишите. Тут же есть 2, 1. Одна. Сейчас, дождь на рабочем стол. Да, сейчас я... Вопросы как неудобно сделаны. Я просто не успеваю. Сейчас я не успеваю. Я не успеваю. Сейчас я не поймёт, что я не успеваю. Так, ну и что у нас? Здесь у нас... Двое нарезки. Очень мягко. Ну, с этой же... Так, значит, управление леста стоит вверху. Когда вы перепишите, я то уничтожен. А вы сами. Вот управление леста, вот оно. И переписываем на это. Так, значит, это... Ну, либо кому-то, потом у вас кидаешь. Не нужно во всех стоить, либо кому-то. Хочется это ему, хочется и ваше дело. Так, значит, ну что, наша ситуация с удовольствием. Некогда у нас прошла практика. Практика четверг. ЗТБ 181. Значит, если резон... Задание я вам выдал. Формально я вам повторить, я не прошу, проконсультировать. Но ничего нового не сперва, что не успеет. Без смысла. У нас наиболее одна задачка. Так, конечно, да. Это же из-за вас прошла. Ну, давай. С прошлого года у нас задача одна. Это же с прошлогодним. У нас была надежность. С чем ты договоришь? Там же появилось новое действие. Там новое действие твоё. Там вы просчитали определенную надежность. Ну, что говорят, нормально. Теперь надо принять решение, чтобы по-русски надежность. Слушайте, безопасно уже. Я так садяю. Значит, 5500. В смысле, ЗТБ 182. Есть резон? Ну, надо, да? Ну, что ж, 5500, я приеду. У вас это старт. Сейчас это пройдет. Значит, когда в четверг мы с ЗТБ 182 не встречаемся. А, 5500, ЗТБ 182 встречаемся. Ты правильно понимаешь? А? Под этой. Что? Под этой. Он ее вроде как видит, но здесь не воображает. То есть там, видимо, полисторит на сухом. Или что? Ну. ЗТБ 182 структура. ЗТБ 182. Значит, у вас параллельно будет идти практика. Минучше в советской работе. Поэтому, если вы сейчас останется, И мы проходим в целом, в этой разной стране. ЗТБ 182. Так, ну, а здесь, ЗТБ 181, мы с вами встречаемся. Значит, первый нам поступить. Знаете, я сейчас выкоролу. То есть, если вам надо заказать, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, Пос Collaborative, которые следят. Это что, вы здесь первое, да? Мы все можем. Это у меня еще не всем готовы, но я не буду готовы завтра. Затем, я сейчас, сейчас поеду в эту сторону, на Азгутинский, вы Creo mandate Я могу переслать. Кому тоже куда-то идти. Поэтому давайте. Итак, ЗТБ. Тесты основаны на тех вопросах, которые рассматриваются в пособии. Для того, чтобы на эти тесты посадить, я хотела посмотреть пособия. Подискать, посмотреть, почитать, что-то понять. Повторяю, наличие лук работ в метафонных тестах, примерно правильных, это оценка хорошо. Тот, кто согласен, проговорит, почему он так открыт, он как надо делать, и правильный оценка. Так, согласен, что... Так, хира.фреддд 2д, да? Да. Моему роду? Да. Хира.фредд 2д. Теста. И я чеендув ней и я вам на этот адрес вышлюв тестом. Хорошо. Главное ad hocercomцы. Так, расперьтация зэкдэвэйска уже набралась. Что? Что такое делаете? Спасибо. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.